Democracy Hub – политический РПС-сервер, где политика превращается в захватывающее виртуальное приключение. Там вас ждут интересные механики, созданные для увлекательного взаимодействия игроков. На сервере реализованы демократические системы, позволяющие участникам влиять на ход событий и вливаться в судьбу сервера. Вы сможете прокачивать свое государство, выдвигать своих лидеров на мировой уровень и даже баллотироваться на высшие должности. Наш удобный функционал делает взаимодействие с сервером легким и понятным. Чат, форумы и другие инструменты созданы для вашего комфорта. Главное, вас ждут приветливые администраторы, готовые помочь вам освоиться и наслаждаться уникальным опытом игры. Присоединяйтесь к Democracy Hub и играйте с настоящим удовольствием. Ссылка в описании. Привет, я Эмбра, это Германия в ПАКС Британике и в комментариях вы писали, кого мне стоит в ней к власти привести. За социалистов было много комментариев и лайков на них было тоже много, но чуть-чуть больше вышло у НДП. Тем более, мне сказали, что за социалистов там Катархонт играл и поэтому мне как бы не запрещают мне поиграть тоже за них, но все же, я думаю, интереснее будет и правда за НДП. Тем более, за ННС это радикалы проголосовало, ну, очень мало людей. Раньше, ну, такое было сложно представить, чтобы за радикалов тут мало так голосовал, нет. Оказывается, за либералов теперь больше, ННС чуть поменьше. И знаете еще что? А я вот узнал по комментариям то, что у нас компания, оказывается, будет очень хардкорной. Эту Германию, видите ли, тарабанить будут со всех сторон. И французы и сказали то, что особенно Россия с востока прям уничтожают, аннигилируют эту Германию. Я-то рассчитывал то, что здесь мы сейчас это, значит, поправимся. Я начну всяких триподов, дуоподов вот этих вот клепать. Крутых там танки, самолеты, все направо наливаю на Германию. Смотри, какая, ух, экономика прям, все, всех захватим. Нет, оказывается, сказали, что это будет очень хардкорно. И нужно прям, ну вообще сразу готовиться. Но узнаю я это только сейчас. Поэтому, походу, у нас откладываются вот это вот танки. Ну, тут нужно строить, получается, раз так все тяжко будет, оборонительную армию. Танками обычно прорываются. Здесь автоматоны тоже, как бы они же дорогие, 13, 20. Но они, я так понимаю, в большом количестве требуются, поэтому давайте не будем экспериментировать. Также, ну, авиацию нужно будет, конечно, поделать само собой. Она в обороне очень нужна. Вот это вот, что здесь пригодится в обороне? Ну, вот эти комбатагаты, они наступательные, это штурмовые, как бы, отряды. Вот этих вот животных непонятных. Отпадают бридвеницы, это у нас спецназ, который усовершенствует свои тела, короче. То есть, они тут как-то усовершенствуют так, проводят над собой эксперименты, что в итоге они, типа, сверхлюди и такие все крутые. Но их мало. В обороне, ну, не, не подходит. Бронекостюмы. Вот, наверное, вот это вот нам подходит. Это что-то типа, ну, танков, броня. И это явно дешевле танков. Поэтому, может быть, их наклепаем, посмотрим, что-то получится. Ну, тут какие-то бонусы есть. Ну, добавки тоже. Ладно. И есть еще ковбои, я так и не понял. Что, они себе представляют, нафиг они вообще нужны? Тут какие-то бонусы имеются, но защита от брони. Тем более, выбирать еще, то есть, часть отпадает. Ну, такое, ладно. И вот эти вот, нам не надо десантники. А вот это что такое? Клоновые войска, нифига себе. Это, типа, позволяет как-то экономить людские ресурсы, но они, скорее всего, слабее, чем обычная пехота. Но я думаю, нам это не понадобится. Ладно. По фокусам смотрите, чего-то у нас тут выходит. Единственный путь в будущее. Немецкий народ сделал выбор в пользу прогрессивного и свободного будущего. Независимая демократическая партия, единственная партия, которая может спасти немецкую демократию и немецкую на отсюда многочисленных угроз, внутренних и внешних, которые грозят разорвать нас на части. Наши обширные планы и реформ уже воплощаются в жизнь. Наше видение Германии слишком амбициозно, но мы должны к нему стремиться. Германия во всем своем великолепии должна стать мировой столицей культуры, свободой промышленности. Вперед к будущему. Если нас, конечно, не захватит. Но на войне, кстати, тут у нас фокусы некоторые помешаны. Если посмотреть на социалистов, то здесь в этом плане скромненько. Хотя, ну, там тоже дебафы не убираются, неприятные. Но здесь вроде как ситуация получше. Ну, тоже дебафы убираются, вроде получше. А тут, наверное, еще лучше, да? Ну, бонус хороший. Скорость восстановления дивизии. Падежка войны плюс 65. Нифига. Наверное, за этих пора еще всего сыграть. Ну и ладно. Так, здесь давайте, наверное, свободной торговли пока, наверное, не надо. Мне там присутствуем ситуация какая вообще. Хотя, слушай, уго, стали у нас. Вроде неплохо все. Ну, давайте, ладно, поехали. Сюда вот сразу. Чем свободнее рынок, тем свободнее люди. Окей, значит, свободная торговля и свободный рынок тоже. Скорость 30, что, конечно, упадет, но там фабрик чуть больше станет. И разблокируют решение для восстановления экономики Германии. Ну, давайте. Будем восстанавливаться, значит. Ситуация, надеюсь, стабильность вот этой вот улучшится все-таки в наших регионах. Точнее, в королевстве, в большей штатах. Мы же что-то типа Священной Римской империи в комментариях мне там пояснили. Ну, по сути, да. И здесь доминирующая нация это не парусаки, а именно австрийцы. Столица не в Австрии, чтобы, типа, не знаю, слишком они доминирующие не были здесь, что ли. Ну, Франкфурт улетел и все. Тут Рейнсы, но доминирующая культура именно австрийцы. Ну, все-таки они тут и были, по сути, этими императорами Священной Римской империи. Значит, еще. Мне там в комментариях сказали, что, в принципе, обороняться можно, если прям под десятку укреплений строить. Вот здесь. А вообще, под десятку укреплений я не помню, когда, в принципе, в последний раз строил. Это было, может быть, очень много лет назад за какой-нибудь там австрию прохождение. И все. Все, я под десятку не строил, потому что, ну, боты не особо атакуют вот эти вот укрепления. Нам же нужно, чтобы все-таки противник истощился. Истощается он, когда атакует тебя, десятку он не атакует. Ну, здесь не знаю, как Иишка себя поведет. Я, в принципе, давно не строил десятки, может, сейчас атакует. И вообще, долго строить десятки. То есть, сейчас я начну клепать по-востоку вот эти все под десятки укреплений. У нас просто вся страна, по сути, этим заниматься и будет, а не развивать военную промышленность там и подобное что-то. С Францией вроде как тут попроще обороняться будет. Плюс у нас как бы, ну, вот тут, вон, есть линия обороны вообще даже хорошая. По пятерочке. Здесь, ну, я не знаю, французы будут как-то обходить вот эту линию? Это Мажино или... Ну, вроде Мажино здесь тоже называется. Ну, короче, обходить нас будут или нет, не знаю. Но было бы, конечно, прикольно. Но, короче, сказали, основная угроза это с востока. Неизвестно, прусская государственная. По-то России, конечно, застелилась. Но, в общем, будем иметь в виду. Так, рабочим что-то не нравится, требует улучшения условий труда. Да, у нас, понимаете, по политвласти ситуация, ну, прям, тотальный пипец. Если сейчас я буду ее так минус 5 жертвовать на это, то, я не знаю, у нас вообще она всегда будет, что ли, в минус. Тем более, вот это я не смогу прожимать. А есть какие-то варианты, ой, это минус 25, но при этом придется играть в рулетку 50 на 50. А здесь, ну, пипец. Еще тысячу заберут у людей. Ну, политка восстановится, кстати, в плюс. Давайте, ладно, я пожертвую политкой. Не знаю, сильно критичен это или нет. Плюс 0.15 прижас. Ну, пипец. Вообще, можно, конечно, просто не брать фокусы, но здесь бонусы такие, что лучше все-таки их брать. Сотрудничество с социалистами тут, как бы, мы все-таки такие все белые и пушистые. Не уничтожаем своих оппонентов, поэтому подружимся. И, кстати, вон, волнение понизится, а также стабильность величества в некоторых вот этих вот районах, где доминируют, я так понимаю. В эти вот социалисты все же волнение приуменьшится. По политке можем выйти в плюс, гарантировав защиту евреям. А то тут, вон, как бы, паковали вот эти вот. Хотя мы хотели бы считать себя намного лучше, чем, скажем, русские, где погромы происходят почти ежегодно, а женщины вот так. Ну, в общем, понятно. Мы тут все равно лучше будем, да. Тут вообще раньше был, этот, Николай Второй, а теперь Михаил Второй. Я не помню, как это произошло. Или со старта поменяли просто правителя с обновлениями, или он там изменился. Хотя она сейчас воюет против монголов. Ух ты, и против понтянской клики. Нифига себе. А в Китае тоже махач происходит. Революционный союз. Деспотизм. А за что ты отражаешься за деспотизм? Революционный союз. Против реакционеров. Ну, сын. Думал, с революцией будет, то какие-то там якобинцы восстанут все-таки. Они тут у нас. Революционеры. А тут наши, кстати, счета. Ну что это? Ты в котле. Че, может им помощь отправить? Скоро и тут потеряем плаван. Здесь. Но вообще освобождение Филиппин только у социалистов есть. Тут же мы не бросим колонии наши, правильно? Там же тоже либерализм должен быть. Мы же везде будем его приводить. Да, ты смотри, походу мы Филиппины оставим у себя, поэтому их можно защищать. Давай-ка, наверное, войска, что ли, сюда как-то отправим? Я же могу заступиться за тебя. То есть, ты же ведешь войну, которую не веду я. Если я сейчас вступить в войну, получится? Вот это я так и знал. А вот тут сто процентов так и бы получилось. Нельзя вмешиваться. Пускай сами. Денис, ты справишься? Че-то я не уверен. Запрещают. Нельзя и все. И не получается. А если я как-то... Я не могу ничего отправить, да? Экспедиционные. Нельзя. Все. Высшие силы запретили какие-то. Класс. Ну, пускай. Не, я, конечно, могу там какие-то ленд-лизам отправиться. Но я не знаю, сильно поможет. Или не могу. Напряженности не хватает. Ладно, я понял. Все. Просто удачи. Сегодня Франция и Россия провозгласили свою новую дружбу под общей угрозой Британской и Германской империи. Российское правительство ясно дало понять, что не собирается присоединяться к пакту реваншистов, заявив, что если Франция окажется в состоянии войны, то Россия будет совместно оказывать ей военную помощь и наоборот. Россия, исторически союзная в Великобритании страна, удивила многих военных аналитиков, которые рассчитывали на то, что Россия присоединится к имперским державам, если Франция когда-нибудь выйдет на тропу войны. Россия рассматривалась как оплот против французской агрессии. Да, являются ли это прелюдией к чему-то большему? Ну, конечно, являются. Я не знаю, правда, когда эта война начнется, когда нас будут тарабанить люто, судя по обещаниям в комментариях, но я думаю, что где-то так же по классике к 39-му, может быть, 38-му, может, раньше. Ну, где-то на эти строки я ориентируюсь, по сути. Так, у нас тут, конечно, есть всякие автоматроны, я смотрю. Два пода, конница. Это ж не ковбой, ну, просто конница. А еще вот эти вот какие-то... А, это обычная пехота просто, значок такой. Короче, надо здесь метро еще будет покопаться, поразбираться. Ну, я думаю, что чисто пехота нам нужна, так как она для защиты и используется, в первую очередь. Чисто там соперку поставить, разведку, может, на ПВО тоже надо будет плепить. И, по сути, этим обороняться мы и будем. Кого-нибудь на оборону надо бы поставить Людендорф. Прекрасно, 4 у тебя лучше всех на оборону идешь, давайте сюда. Ну, и командующих тоже где-то вот. Чего, 4-3, паркушка, блестящий стратег. Может, ну, может, нет, конечно. И Робель, да, 4-2. Ой, 3-4, вот модул, конечно, по-прикольно будет. В оборону, на танке ты, авантюрист. Ну, это тоже так. Ну, ладно, давай модул возьмем, пойдешь. Не сокрушимый, Людендорф, не сокрушимый защитник. И, ну, ты когда доступна возможность брать атаку, я всегда беру ее, но меня так напугали, что ладно, беру защиту. Эрик, тоже защиту, прокачивайся. А, давай сборщик, наверное, не надо. Хотя они лучше возьмут все-таки, когда командный ресурс появится. А здесь эксперт во танков, оборона во танковой дивизии. У нас в этом плане скромненько все. Так, опять рабочие жалуются. Блин, а политка-то минус 100 у меня сейчас. Я даже сейчас выйду вот сюда, я туда уже в плюс не пойду. Блин, она нам сильно нужна вообще, или можем загоняться вниз? Не, ну, блин, ну вот, ну, видишь, экономическое восстановление, ну, прожимать же уже надо это. Это, тем более, забирает фабрики. Чем раньше прожмут, тем потом, ну, профитнее это будет на дистанции. Так что это прожимать, ну, уже надо прямо сейчас. По политке, ну, пипец. Можно пока забить на эти вот волнения. Там же все-таки критическое положение, так, до 50%. Наверное, 25. Это где вообще? Бренденбург. 25. Да, пофиг, наверное. Ой, 40. Ладно, тут надо поосторожнее. Так, дебафы не изменились, да, вот эти вот. Все, ладно. Ну, плюс, конечно, мы не вышли. Но здесь сейчас выйдем, я что-то допрожимаю вот тут. Все-таки фабрики, он, еще сталь. У нас и такая дофига. Здесь скорость строительства, стабильность. Тут фабрики, так, конечно, временно, но по завершению там стабильно сдают. Неизвестные племена Бразилии. Женщина, ну, тут вся территория Южной Америки какая-то неизвестная для нас. Тут еще нужно разбираться. Трезво, наверное, не получится. Ой, а сюда вообще заглядывать страшно. В той версии, когда я играл полтора года назад, тут вообще территории были не колонизированы. Сейчас я смотрю, племена панов тыкали. Новые Дикси, то есть, ну, вот и вон они. Получается, цивилизованными стали в них свои, прямо настоящие страны есть, современные в какой-то степени. Неплохо, неплохо. В Менстере, значит, протесты. Ну, интересно, что написано, конечно. Нас больше волнует то, можем ли мы себе позволить политочку все-таки получить. Значит, Менстер. Это у нас, вот, Рейнланд. 15. О, ситуация очень хорошая. Давайте увеличиваем. Получаем политочку. 4. Прирост. 0,08. Прекрасно. Там на четверт нам снижает в процентах тупик в Бундерстаге. Где это можно убрать? Тупи? О, Господи. Здесь. Далековато. Тут вроде даже быстрее проходить по этим. Хотя нет, все из этого нужно. Нет, тут тоже долго. Да, пока мы сюда доберемся, много времени пройдет. Походу, придется пока что с этим смириться. Пооткрывались также еще вот эти вот фокусы. Я даже сюда не обращал внимания. Блин, ты смотри на экономику. На экономику, на военку, на море, на укрепление англосаксонской дружбы, мы можем тут дипломатией позаниматься. Выборы вот такие вот. Не знаю, политка пока что-то. Наверное, политка все-таки получше. Потом выходить в экономику, потом уже в армию, потом уже в дипломатии. Я не знаю, какая здесь лучшая, конечно, будет последовательность, но мне вообще желательно выйти как-то вот сюда. Что ответ Гогенберга о еврейском народе? Прекрасно. Стабильность. Спасибо. Пускай процент, но хорошо. Здесь получим дебафик на фабрике, но лучше сейчас взять, чем потом. Уровень бедности начнет падать. А это, а, ну вот здесь отображается. Оно сделано в виде идей вот этих вот. И постепенно будет падать. Где-то там оно, наверное, за кадром считается. Ну, вообще-то да, надо понижать тоже. Так, Бавария. Ну, Бавария 25. Ну, давай 40. Ладно. Политка теперь еще медленнее растет, она уже почти стоит на месте. Но зато теперь можем прожимать вот это вот. Кстати, первый этап восстановления. Когда все это мы прожмем, сможем взять вот это. И у нас долгая рецессия выйдет на начало восстановления. Уже дебафы снизятся. Но они все еще будут нам мешать. Вот. Смотрите, ну, фабрики сколько забирают. Скорость 30, что минус 50. Но эти укрепы буду 100 лет реально строить. На производство тоже дебафы. Так что, да, давайте тоже мякать будем. Сразу все вообще прожмусь. О, о, кстати. Потом 50-ка. Ну, сейчас, может быть, она докопится? Нет. Она даже не растет. Ладно. Как думают, докопим. Я возьму вот это. Там Россия, кстати, закончила в Монголии. И в Пантяне тоже. Да, это марионетка. Нифига себе. Хорошо, как устроился. Ну, да, у него тут таких страшных дебафиков нет. Возвышение российского среднего класса. Вон там есть. Часит. Политку сейчас получили. Походу, вот этим вот решением как раз она и там вернулась. Давайте сейчас вот это вот берем. Ждем неделю. И у нас все дебафики срезаются. Опа. Вот еще одна возможность получить политку. Только австрийские дополнения. Ага, австрийский. Ну, в Австрии там у нас вроде... Ой, вообще хорошо. 15-й смотрю. Пока Австрия большая. Вместе с Чехией. Хорошо устроилась. Давайте. Тоже пускай волнения растут. 189, вот. И потом, может быть, как-то частично будем вот это вот прожимать. 25 стоит, конечно. Ну, слушай, вроде выгодно. Там 50-ка получаем за 10. Я ее прожимаю у нас 5 в итоге получаете. Нормально. Так, это и есть теперь... Это же поэтапное, да, восстановление. Нам нужно опять вот это прожимать. А, да, смотри, видишь, политка дают по завершению. Но пока она берется, то политка кушается. 90-м я сейчас есть. Давайте, я возьму сейчас вот это. 25 отдадим. Соточку получим. На выходе. Бедность начнет падать даже. Давайте тоже. Вот это тоже, в принципе, потом вот это и сотка нужно, чтобы дальнейшее вот это вот снизить. Но сейчас у нас стало больше фабрик. Ну, нужно еще больше. И производство улучшилось. А также скорость строительства. Сегодня, значит, Испания объявила о своем намерении присоединиться к возглавляемому Франции пакту реваншистов. Великая война все еще лежит тяжелым грузом на совести испанцев. Тысячи испанцев пролили свою кровь, возвращая утраченную империю. И поэтому неудивительно, что испанская нация снова связала себя узами защиты с французами. По всей видимости, обе стороны уже завершили активно дипломатические переговоры и просто ждут официального заявления о партнерстве от послов Франции и Испании. Ни Германия, ни Великобритания не сделали никаких заявлений по этому поводу. В смысле не сделали ее? Пипец. Дипломатический пипец урожает. О, политика вернулась к нам. Давай сейчас берем вот это и соточка уезжает. Ну, фабрики там хоть получим. Бедность тоже подпадет. Еще политику сейчас получим вот здесь. Плюс 50. И у нас, благодаря пропаганде норм морали, такую пропаганду я уважаю, волнение все уменьшится на 10. Супер. Здесь, конечно, инфраструктура. Не люблю вот я ее. Лучше бы фабрик бы дали. Здесь всякие там грамотности туда-сюда. Два раза даже. Учу себе. Уровень военной реформы тоже начнет улучшаться здесь, но вот именно на образование. Бонусы. Ну, и потом прыгаем вот сюда. В принципе, сейчас это можно прокатить и сюда вот выйти, правда. Будут разблокированы решения, чтобы подготовить идеальную систему тотальной войны Ротенаутса. Вот, эти вот дебафы неприятные уйдут. И стоит недооценивать немецкую экономику. Еще подпись красным цветом. Но это хорошо. Мне такие надписи нравятся. Еще дается ячейка для исследований, поэтому да, вот это вот, я так понимаю, нужно взять сразу, а потом уже двигаться дальше. Поэтому сейчас это вот хапнет и пойдем. Так, здесь это у нас Дюссельдорф Рейн. Ну, там уже таким увлекаться давайте не будем. Я... 50. Ну, давайте... Не, вот это если я прожму, там уже может быть шанс того, что больше 50% станет и уже будет и 5. 30. А, нет, не станет. Ну, давайте я это вот возьму. Опа. 35. Ну, в принципе, ладно. Ну, там рандом хороший, 50 на 50, но если успешно, то на 10, если не успешно, то на 5. Так что пойдет. А здесь у нас работают до сих пор вот эти вот партизаны. Саботажи всякие. При том, что территория, вон, без сопротивления. Просто дебаф от вот этого висит и не ломает наши заводы. Куртура считается чужеродной. Тут еще, наверное, дебафики. Ну, конечно. Филиппинский тупик. Ну, да. Суровая местность Филиппин неблагоприятствует нашим армиям. И мы уже некоторое время находимся в тупике с филиппинскими повстанцами. Командиры сейчас активно обсуждают вопрос о том, чтобы все вместе уйти с Филиппин и оставить их в покое. Сейчас это кажется оптимальным выбором, поскольку запасы на исходе, а моральный дух еще ниже. О, нифига, слушай, мы тут тащим. Мы тут тащим. Тут вообще-то наши войска в котлах дохли. А теперь они же в котлах. Это они в котлах. Тут же нет морской базы. Эти зажаты. Они истощаются нереально. Мы тут тащим. И вот эти... Ты посмотри. Они все дохнут. У них лютое истощение. Их просто... Ну, ты проатакуй вот эти... Ну, они же поисчезают. Эти войска. Тут еще полупустые. Ну, не надо. Ну, да, еще хотя бы... Да они затащат через месяц. Ну, что-то, конечно, не пытаются атаковать, поэтому не знаю насчет месяца. Но в любом случае, это тут все. Мы побеждаем. Ну, пфф. Пипец. Педро. Я тебе отомщу. Не, реально. Я не хочу так просто отпускать Филиппины. Мы этому Педро, я думаю, зададим как-нибудь. Если я, конечно, про него не забуду. Сейчас я затестил, сколько грузовиков требуется нашим войскам, если поставить максимальный приоритет моторизации. Ну, там много. 2500. У нас 200. Ну, почти 300. Да, мы тут по истощению можем. В принципе... Не, ну, если будем сражаться на своих территориях, и обороняться будем на своих же землях, то, в принципе, истощаться не будем. К тому же пойдем в атаку туда. Поэтому, я думаю, пока ничего страшного. Так, пайков хватает. Думаю, переставить лучше вот сюда вот. Ты это тоже. Давай, больше винтовок нам нужно. Здесь 2-й тоже 50 на 50. Это австрийские волнения. Ну, думаю, тоже нормально все будет. Прожимаем. Ну, да, выросли. Зато хоть палитку так не теряем. Нам соточку нужно докопить. Голосуйте в комментариях. Противотанковая атака, либо же бронебойность? Вот вопрос, а? Тайны мироздания. Ну, что тут брать? Как бы и то, и то против брони направлено. Просто противотанковая атака, она бонус, если ты пробил броню. Но сейчас-то в этих вот уже версиях ты можешь пробивать броню частично. Это раньше-то, если ее не пробивал, то все. Дебаф и все. Ничего ты с этим не сделаешь. А сейчас-то ты можешь не пробить, но частично это сделать. И, как бы, может все-таки бронебойную взять. Ну да, давайте, ладно, вот его возьму. Убийство в Вене. Ага. Минус один человек. Подожди. Ах, кто это такой у нас тут? Сегодня днем в центре Вены разразились выстрелы. Ага. Странно, где-то мужчина внезапно открыл стрельбу в кафе. Незнакомец не смог скрыться и был задержан местной полицией. А по челе, чего доставлен на допрос. Человек, на которого он напал, 44-летний местный житель Адольфа Гитлер, скончался от полученных ранений вскоре после нападения. И Гитлер, местный художник, ослужил короткий срок в Рейсквере, после чего был вынужден уйти в отставку из ранений. Угу. Полученный во время французской газовой атаки. Неизвестный, говоривший иностранном немецком диалекте, судорожно объяснял, что попал не в ту временную линию и показал следователям серию фотографий, на которой были изображены люди за колючей проволокой и какой-то большой грибовидный взрыв. Когда ему объяснили, что его обвиняют в убийстве, мужчина заявил, что не мог ошибиться в своих расчетах. После чего застрелил двух допрашивающих офицеров и спрятан в автоматическом пистолете и сбежал из полицейского участка. Полиция не смогла найти мужчину, но обнаружила, что он оставил кожаную куртку с несколькими личными вещами. Среди вещей незнакомца было небольшое черное устройство с пластиковой внешней стороной и кнопкой, которая открывала его, чтобы показать ключ. Несколько кнопок на верхней части устройства вызывали мигание красного цвета. На следующий день вещи были переданы сотрудникам бюро расследований, которые планируют продолжить расследование этого странного убийства. Нифига себе, блин, ну это прикольно, слушай, а если бы это как-то раскрыли бы там, он бы не убежал, мы такие... Слушай, а я тебе верю. А в Набахова классе привезти? Не, ну как-то это, конечно, можно было все равно раскрутить, понятное дело, просто такой прикольчик, вот, что мужик отправился в прошлое, попал не в ту вселенную. Как странно, да? Но бонус к исследованию радарных технологий, все-таки это устройство нам там, технологии еще, на 5% это, конечно, разве-то. Ну, на 5% пойдет. Так, войска сейчас наши я тренирую, чтобы получать опыт, потому что другим способом его здесь как-то не получается. Получать, и вот это не взять, вот опыт дают, но тут нужно доктрину брать, это по фокусам, это надо отвлекаться на те фокусы, я не хочу. Поэтому вот так вот, давайте. И здесь надо добавить саперочку обязательно, и продолжаем качать войска. В принципе, их можно сейчас поднаклепать еще, и чтобы еще больше опыта мы получали. Давайте еще одну армию сделаем сейчас. 24 дивизии, люди, конечно, поулетали, но у нас не хватает пехотного снаряжения, да. 11 тысяч, но сейчас мы его быстренько, в принципе, делаем, сотка в день, поэтому ничего страшного. И вот это до 70 осталось, притык тоже делаем, сидим. Сейчас у нас экономика улучшается, поэтому нормально. Не знаю, правда, по темпу ее успеваю или нет, возможно, нет, но что будет, то будет. Ну, пока посидел до 10-го фокуса, он политка растет. Теоретик опыта, кстати, давать не будет. Нет такой скидки. Ладно. Так, сейчас берем решение, улучшаем нашу экономику, еще сильнее, давайте. По исследованиям беру здесь на повоевать. Вот, вот у нас были пайки, теперь наборы для выживания, потом выходим вот сюда, всякие тут у нас. А, это улучшенная калорийность пайка, что тут таблетки? Еще калорийные, что ли? Организация восстановления, в принципе, тоже бонус хороший на это самое. Потом к винтовкам выйдем в новом, вот это вот возьмем. И нужно, вот, там, стимуляторы тоже прокачивать, вот, пишем, нужно повыбирать. Спид таблетки. Послушал их. Ну, смысле скорость. Плюс 5. Но припасов больше требуется. А тут опыт армии падает, но, ну, это мне не нравится. Вот этот спид, тут и неплохо. Беланж, разведка, либо восстановление дивизии. Ну, организацию продаешь. А тут опыт, про тот потеря опыта. Блин, неприятно тоже. Наверное, все-таки возьму разведку. Потеря опыта не такая страшная, как организация дивизии минус 5. В обороне, я думаю, все-таки вот этот нам получше будет. Ну, и, в принципе, да, так и поступлю. Все, фабрик у нас сейчас предостаточно. Сейчас давайте постепенно будем уже переключаться на военные заводы, и потом на укрепление наводнения. Ну, политка, прощай. Вот, еще одна армия готова. Давайте ее сейчас поставим. И ее тоже заставим тренироваться, чтобы получать еще больше опыта. Вот давайте. Ох, Гудериан. 5-2, как раз. И у них навыки хорошие у всех. Давайте вот этот его поставим. Тоже на оборону, так сказать, сборщик. Это чувство у нас может винтовок не хватать. И горючий, кстати, еще быстро заканчивается. Так, Болгария нападает на серию. Просто войны что-то так начинаются. Мне уже немножко почковато я стал так сидеть спокойно. Я даже войска не подводил границам. Тут Махач начался. Короче, Югославия и Румыния против Провати, Венгрии и Болгарии. А те, ну, против тех, соответственно, тоже. Но можно делать ставочки кто кого. Эти вот якобинцы. Ну, Болгарии консерваторы, конечно. А это империалисты, деспотисты всякие. Ну, посмотрим, кто из них затащит. По разведке ничего не понятно. Можно только гадать. А здесь в Италии, значит, социально-революционный фронт. На его империалисты, значит. Ну, потихонечку тащат, кстати. Вот уже в котел взяли войска Королевской Италии вот этой вот. Тоже разведка отсутствует, поэтому ничего не понятно. Но они постепенно продвигаются вот эти вот. Революционеры. Ядрить меня за нос ядерная артиллерия, серьезно? А, это просто бонусы? Да, это бонусы просто на противопехотную атаку. И тут еще... Тут. Ну, это какие-то типа мини-ядерные заряды. Компактный, нестабильный затоп. Ага, прикольно. Но нам пока вот это надо, тут превышение большое. Кстати, я оружие массового поражения вообще не вкачал. Может быть, выйти в живую проволоку? И правда. Просто тут смотри, направляешь на территорию мышечку, тыкаешь, и появляется возможность использовать живую проволоку. К размещению приведет наших текущих запасов живой проволоки в этом регионе, что повлияет на него примерно на полгода. То есть, можно, наверное, типа выжженной земли что-то сделать, я правильно понимаю? Прожать это и это тупить. Биологическое или на противни... Ну, на противниках, наверное, лучше биологическое, там, химическое и так далее. Атомная бомба. А на своей территории проволоку я же не смогу потом на чужую территорию это прожать, если ее не контролирую. Правильно? Это я ни разу этим не пользуюсь, это странный момент. Так, а это... Стойте, тут что-то нажимать можно. Промышленные инвестиции, скорость строительства, военные инвестиции, инфраструктура... Так, подожди. А это что-то стоит? Если я нажму... Что-то происходит? А, подожди, я могу выбирать приоритеты или что? Вот я сейчас сюда нажал, вот оно, заработало. Могу сюда нажать. Промышленные инвестиции. А ну, политку там забирает или что? Понятно. А, я могу выбрать только одну провинцию, получается? Если сейчас я вот это возьму отменю, то все. А, вот он, что-то типа фокус на одну провинцию. Вообще непонятно. Но, слушай, ладно. Слушай, ну давай я прось строительство гражданских пабрик. У нас там это где они строятся? Вот. В западном рынке, где много, вот здесь я и поставлю. А, то есть так, просто берешь, переключаешь и все, по сути. 10%? Это я забуду уже моментально, как выйду отсюда. И подготовка экономики к войне. Хотя мы никогда не желали повторения ужасов войны, болезненная реальность такова, что мы окружены врагами со всех сторон. Само существование немецкой нации сейчас поставлено на кон. Кажется, переход к войной экономике потребует большую жертву труда, необходимость экономической и военной мобилизации перевешивает все другие приоритеты. Наши враги готовятся к войне. Мы не можем обманывать себя, чтобы готовиться к миру, которая не наступит, пока немецкий орел не пролетит над Парижем и Москвой. Поехали. Но что будет дальше, суждено нам узнать правильно в следующей серии. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте обязательно колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы и поддерживать канал ежемесячно. Играйте в мультиплиарные партии на наших серверах, скорбейте ссылки в описании. А также скачивайте моды на русском языке нашей группы ВКонтакте или просто делитесь интересными моментами там же. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. До встречи.